Мы решили реализовать не, опять же, формат межсобойчий, какой-то малого формата мероприятия, а сделать такое полноценное городское мероприятие, которое никто никогда в Иркутске, в регионе не делал. Соответственно, получилось два больших турнира. Это турнир водомоторников, гонки на моторных лодках и, соответственно, конкурс «Костровые кухни». Кто-то купил лодку новую, кто-то купил новый двигатель или другой двигатель, там, не новый. Кто-то хочет купить, но боится, ему же надо выбрать, а выбирать вот так, в магазин прийти, вот он висит на стенде, ну и хорошо. А здесь он поставил, допустим, свою лодку и уже попробовал, посмотрел, как у него лодка ходит под этим двигателем. Идея фестиваля родилась у нас давно. Основной идеей фестиваля – это было наше желание дать возможность посоревноваться именно владельцам лодок, водуных лодок, водуных лодок с моторами. У каждого человека взрослого, ну, практически у каждого есть семья, друзья, выезжают на природу, любят готовить, но, допустим, цель конкурса «Таежный гурман» – сделать это красиво. То есть, чтобы человек научился делать это на природе красиво. То есть, не просто обойтись там бутербродами, а сделать это нормальную, полноценную, вкусную еду. Кроме турниров, предполагалась развлекательная программа концертная. Соответственно, этот такой превратился в формат фестиваля. Ну, вот так и называли фестиваль «Открытая вода». Открытая вода, потому что, вот, собственно, вода открылась, навигация открылась. Как говорят большому кораблю – большое плавание. Нашим маленьким корабликам пожелаем больших побед! Турнир «Баякарская волна» – это не гонка даже. Это именно турнир, где соревнуются не лодки, не моторы, а соревнуются судоводители со своими комплектами. То есть, вот, сам водитель, его лодка и его мотор. И все вот эти три составляющие, они приводят к победе. Участник был застрахован на участие в соревнованиях. Общероссийские требования и не соревновательные требования. Наличие страховки, наличие спасательных средств, наличие полное соответствие требованиям инспекции по маломерным судам. То мы это все требовали и контролировали. Соревнования строились следующим образом. Весь турнир состоял из нескольких этапов. Первый этап – это скоростная гонка. Все участники были разделены на несколько классов. Первый класс – это грибные лодки, где одна человеческая сила, она и есть одна человеческая сила. В нее никуда не денешься. Второй класс – это К1. Это был класс маломощных двигателей. Это до 150 кубических сантиметров объема двигателя. Третий класс – это класс К2 назывался. Это моторные лодки с двигателем от 151 до 220 кубических сантиметров объема. Четвертый класс – это К3. Четвертый класс – это моторные лодки с объемом от 221 до 350 кубических сантиметров. И последний, пятый класс турнира – это класс, который назывался К4, с двигателями объемом от 351 до 500 кубических сантиметров. У одного из участников в категории К4 – это класс с максимальной мощностью на двигателе – на скоростном этапе, на одном из поворотов сорвало двигатель. Двигатель сорвало с транса, и двигатель утонул. А говорили, привязывать надо на болты всегда. Не спорят? Место засекли? Оперативно вызваны были водолазы, и после проведения соревнований они благополучно достали этот мотор. Второй этап соревнований – это масс-старт. Если на первом этапе они стартовали парами, то в момент проведения масс-старта они стартовали все вместе, все лодки в классе. Третий этап – это масс-старт. маневрирования участники соревнований должны были показать мастерство управления лодкой человек хорошо на гонке работает хорошо в мастерстве хорошо в маневрировании тогда он займет первое место призовые места но если он в чем-то в отдельности в хорош а в других местах плохо ему как бы на призовое место он же рассчитывает сложнее рассчитывать вот так поэтому он это именно и турнир вот это не гонка не гонка лодок и гонка моторов турнир турнир водомоторников турнир людей которые там участвуют со своими именно комплектами при организации нашего турнира мы получили достаточно большую поддержку отыскать поставщиков производителей лодок нас поддержали компания solar нас поддержала компания gladiator нас поддержала компания сибривер очень хорошо нас поддержала компания сумека официальный дистрибьютор моторов тахасу на российский рынок в том числе им присутствовал представитель компании сумека который участвовал награждение мы решили посотрудничать и поучаствовать в таком мероприятии в качестве спонсоров одним из главных призов для участников является многосновый личный мотор тахасу и решили посмотреть как такое мероприятие проходит в живую это первый совместный проект с мотосалоном поэтому вот я здесь в рамках проведения фестиваля открытая вода нашим салоном было организовано дефиле лодок мы представляли новинки на иркутском рынке тех необычных лодок надувных которые продает наш салон на дефиле лодок были представлены во-первых лодки solar это лодки с оригинальной конструкции надувного днища лодки эти производят с 2002 года в новосибирске вот и очень популярны в нашем регионе потому что имеют высокое качество склейки очень высокие мореходные качества дополнение к этому были представлены некоторые эксклюзивные модели которые производятся у нас в россии в частности был показан катамаран братан который имеет очень высокую мореходность в условиях байкала очень высокую маневренность и большой грузоподъемность помимо всего прочего мы представляли гидроцикл сиду парк гидроцикл производится канадской компании это инновационная модель соответственно эти гидроциклы практически перевернули рынок гидроциклов очень легкий маневренный экономичный гидроцикл семейный гидроцикл на дефиле лодок в основном использовались моторы tahatsu tahatsu производит широкую линейку двухтактных четырехтактных моторов в их линейке есть эксклюзивные моторы которые не производят ни одним из брендов других вот мы эти моторы выставляли в зоне тест-драйва нашего салона и на дефиле лоды как раз использовались эти моторы про которые тоже были вопросы сколько вешает сколько стоит какую мощность имеет где производится сам городской праздник формат городского праздника он его основная эта цель для того чтобы люди понимали что можно отдохнуть по-другому что можно прийти посмотреть можно поучаствовать можно получить приз можно привлечь там не знаю детей ну то есть всем найдется себе свое место и всем будет интересно задорно там полезно поучительно в каком-то смысле люди подходили говорили спасибо какой классный праздник вы сделали для для нас для для детей для города иркутска то есть это было очень необычно шикарно зрелищно те люди которые начали участвовать в таком освещении что оказывается вот он обычный человек просто рыбак у которой есть лодка он может выиграть для него это было а да вот я выиграл это я в следующем году обязательно буду все 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 хорошо момент подведения итогов соревнований был проведен дополнительный конкурс для участников соревнований приз для этого конкурса был предоставлен компанией сервис это был эхолог участникам было дано задание на скорость надувной лодки с одним дислом пройти определенный участок соревнований после подведения итогов фестиваля байкальская волна стоялось награждение призы на эти награждения были предоставлены как раз нашими партнерами производителями поставщиками всем участникам которые заняли своих категориях третье место были подарены аксессуары от наших поставщиков компании solar компании marlin за второе место в каждой из категорий участники занявшие второе место получили как приз электрический насос для надувных лодок это достаточно полезный аксессуар помогающий лодку собрать достаточно быстро на берегу за первое место участники были награждены лодками и моторами скажем так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok